Мои хорошие, привет! 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 Не пугайтесь тех, кто не смотрел мой вчерашний влог вечерний. Возможно, вы и не знаете, что я подстригла волосы. Вот так вот это смотрится. Они достаточно короткие. Но, знаете, я довольна. Девочки, не надо жалеть мои волосы, они отрастут. Вот что-что волосы не зубы, волосы отрастут. У меня проблем никогда с волосами не было в том плане, что они всегда у меня были длинные с детства. И порой хочется подкоротить. Я сделала длину по своим самым вот коротеньким волосам. Сейчас у меня волосы все одной длины. И я, знаете, я крайне довольна. Я очень довольна. Ну, погода у нас сегодня, ну, такое себе. Сегодня воскресный день. Проснулась я, наверное, в районе половины десятого. Лежала в кровати. Вот встала где-то в двенадцать. Пошла в душ, пошла то, пошла сё. Сварила кофе. Где он, кстати, у меня? Вон он стоит. Я его уже из турки вылила в кружку. Горячий сильно не пью. Но вот сейчас чуть-чуть остынет. Вообще, если честно, хочется сигаретку. Сигаретки нет. Выпей сейчас кофе. И, знаете, наверное, думаю открыть бутылку шампанского. Потому что воскресный день у меня есть бутылка шампанского. Вообще не вижу причин, чтобы не выпить. Не вижу причин. Мне нужно что-то сделать для себя, что-то хорошее. Завтра я поеду в Екатеринбург получать банковскую карту. Не банковскую карту, а открывать два валютных счёта. Неправильно выразилось. Зайду в Sunlight, куплю себе серёжки. Помните, голубые, если они есть в продаже. Я надеюсь, Sunlight не закрылись. Помните, да, голубые серёжки, которые я потеряла одну штуку. Куплю, куплю. А, на мне надет вот такой вот домашний костюм. Трикотажный. Хлопок, хлопок полный. Это, естественно, Василёк. Кстати, можно же Василёк распаковать. Это Василёк, вот такой вот банановый костюм. Слушайте, он очень удобный. Я его из душа вышла, думаю, так, надо что-то приличное надеть, чтобы у меня ничего не вываливалось. Тут у меня на балконе в комодике масса вот таких вот всяких домашних прикидов. Я много не занашиваю. У меня ещё много очень нового Василька. Ну, там я половину в Турцию увезу, половину здесь оставлю. Ну, потому что у меня два дома. Всё, как я и хотела. Сегодня позвонила, не позвонила, на голосовом сообщении. Света написала. Это Еришкина сестра. Ей приснился сон. Что я родила ребёнка, девочку. Она говорит, Инка, я, говорит, не могу. Всю ночь смотрела про тебя сны. Приснилось, что ты родила ребёнка, девочку. И ты не знала, что ты беременная. Я такая говорю, как не знала? А знаете, у меня такая есть, у меня есть такая история. Я говорю, ну, ребёнок-то здоровый, всё в порядке. Она говорит, да, вообще хороший такой, говорит, ребёночек. Ну, ты не знала, что ты беременная. И вот, короче, я вспомнила такую ситуацию. Это одна из моих, из маминых подруг, тётя Надя. В общем, когда у неё первый-единственный сын, Сашка, он сейчас живёт в Челябинске. Ну, это не тот Саша, с которым я общалась, нет. Это так просто совпало. Хотя, дайте, как много совпадений. У них одинаковый возраст. У них одинаковый возраст. И папу зовут Юра. У того и у другого. Так вот, тётя Надя, когда забеременела, когда у неё с дядей Юрой ещё там не поженились, ну, они, естественно, встречались, естественно, у них были взрослые отношения. И она узнала, что она беременная чуть ли не перед самыми родами. Знаете, как-то месяцев на седьмом, что ли. Ну, я не знаю, как может быть такое. Это вот по рассказам, опять же, моей мамы. Моя мама могла что-то неправильно понять. Я думаю про себя, о, боже, не дай бог, такой же сюрприз будет. Вообще, сюрприз, в принципе, неплохой, но если ты беременная, ну, я не беременная, если ты беременная, то нужно как-то выстраивать свой график жизни как-то по-другому. Вот, например, я сейчас планирую пить шампанское. Беременным нельзя. Светке приснился сон, и я уже себя почувствовала беременной. У меня какая-то ложная беременность развилась на фоне этого. На самом деле нет. Это я все еще под впечатлением разговора со Светиком. Иришка сегодня на работе, в своем кабинете. В своем кабинете красоты. Сегодня к ней придут девочки на педикюр и на маникюр. Она все будет делать. Вечером она идет в ночную смену. Так, завтра мне нужно собраться с силами, чтобы поехать в Екатеринбург. Я поеду на электричке, либо на автобусе. Я вот не знаю. Посмотрю по расписанию автобус. У меня останавливается вот прямо из моего двора вышла, перешла дорогу, и сразу же остановка. Даже не нужно до той остановки идти. Остановка, где останавливается междугородний транспорт, она вот у меня прямо рядышком. Скорее всего будут сажать. Я посмотрю. Если автобус, то было бы удобно здесь сесть. Сесть и доехать в центре выйти. На такси не поеду. Чего деньги катать туда-сюда? Я ехала больше 2000 рублей стоимость такси, когда я ехала из аэропорта. Цены очень подросли. А, ну я прилетела, это просто 30-е число ночь. Это были новогодние. Это, наверное, скорее всего был новогодний тариф. Вообще доезжала вот раньше за 1300, за 1500 до аэропорта. В зависимости от того, когда у тебя вылет. Повторяю, что я еще не купила билет. Все будет зависеть от того, от завтрашнего дня. Мне нужно забрать посылку Тикитекс. Да, мне нужно забрать посылку Тикитекс. Давайте я допью кофе, откроем шампанское и будем открывать Василек. А ну давайте. Я сяду на диван. Обратите внимание, как он у меня красиво заправлен. Я все туда столкала внутрь. Захотелось как-то прибрать квартиру более-менее, чтобы она у меня была. Знаете, не как шалтай-болтай. Ну вот, что имеем? Что нажили вот за 30... За какие? 38! А, ну в 30... Блядь! Мне такое ощущение, что жизнь остановилась за 38 лет. Мне 40 так-то уже. Ну видите, я вот ку-ку. Я сошла с ума. У меня ложная беременность. Светка прям захлёбана. Где вот телефон? Сейчас я вам, может быть, дам прослушать. Так, расскажите о своих подписках, зачисления с карты. Идите нафиг. Все операции отображаются на столе. На рабочем столе. Так, где это, Света? Потому что все не переобщалась. Так. Инна, доброе утро. Сегодня мне такой сон приснился. Как будто ты была беременна, и об этом не знала. И родила девочку. И главное её и одеть не во что, и обуть не во что. Ты её в коляске возишь, и её, главное, не показываешь никому. Вот бы Инна, контент-то был бы. Я такая говорю, как, как, Этьюш, как я не знала, что я родила? Так самое-то главное, а я тебе такая во сне говорю, так вот Инна, ты поправилась-то. Говорю, ты, видимо, решила, что ты поправилась, а там ребёнок был. И ты такая худая, главное, сразу стала. О! И главное, у тебя внезапно начались боли в животе, и ты давай рожать. Ой, ну прикол. Слушай, а может ты в подружку тётю Надю окажешься? Ну вот-вот-вот. Да, ребёнок здоровый был, всё нормально. Угу. Ой, да Инна к себе присматриваться. Так я говорю. У меня, я помню, соседка была с третьего этажа, тётя Лена, и она такая маленькая и толстая была. И потом, представляешь, у нас тут не видно, когда я беременна. Мы так и не поняли, когда она беременна была, у неё вообще не видно было живота. Для нас такое диво было. Я мамке говорю, ты что, видела, она как-то беременна была? Она говорит, я не знаю. Вот вы понимаете, вот вы понимаете, что у толстеньких не видно живота, и они сразу же рожают, а потом становятся худыми. Так вот, похоже, дело у меня нужная беременность. Здесь, похоже, дело не пельмени, а ребёнок. Господи, не дай бог. Нет, не то, чтобы не дай бог, нет. Не хочу я пока ребёнка. У меня как-то это вот произвольно. Тут я говорю под впечатление. Какая-то и впечатлительная стала. Какая-то мне нужно выпить шампанского. Да? Чё кофе-то дуть? Ну, вот какое удовольствие от кофе. Так, время. Время. 13.35. 15 января. 13.35. Доброе утро началось. Такая погода пасмурная вообще. Ну, я с Василёком распакую. Ну, что, Василёк вот на мне. Вы говорите, поправилась. Ну, где поправилась, блин? Костюм-то я какой надела? Я костюм-то надела, опять, свой. Так-то я его покупала для себя. Размер-то у меня был такой же. Так хочется к морю. Так хочется к морю. Очень. Просто вот смотришь на эту беспросветную мглу. Такая погода отвратительная. Ну, сами видите, вот сейчас время. Половина второго. И вот такая вот темнота в квартире. Вот такая вот. Ну-ка, если ты включишь свет. Секундочку. Вот если включишь свет, то вот так вот. Ну, короче. Короче, короче, короче. Буду снимать Василёк. Открою шампунское, буду снимать Василёк. Я так решила. Ложная беременность. Паника на корабле. А, кстати, я Вам сейчас скажу. Слушайте, девочки, я так довольна вот этим вот кремом. Чёрный жемчуг я купила. Кстати, с сегодняшнего дня в магните скидка 20% над крем. Но я ждать ни в коем случае не могла, потому что моя кожа просто ссыхалась. Я думаю, если я ещё посплю ночь в этой адской жаре без питательного крема, я думаю, я просто ёбнусь. Девочки, Вы можете смело идти покупать сегодня акция 20% на крема в магните. Это мне сказала продавец. Она говорит, придите завтра. Я говорю, ну завтра у меня к Вам дороги вообще не будет. И за 100 рублей я не пойду. Девочки, я прям очень довольна. Такая консистенция прекрасная. Девочки, 579 или 539 или 549. Не знаю. Не знаю. Очень довольна. Девочки, очень довольна. Вот по сравнению вот с этим говно, просто говно вот. Не потому что мне не подошло, а потому что говно. Девочки, вот это вот просто говно. Гиалуроновый гарнир. Просто не объявите. Знаете, я сейчас говорю, вот это вот такой вот склизкий. Он увлажняет немного, но он оставляет на коже след. Вот это вот впитался. Прекрасно. Девчонки, вот там я не могла найти, там не было возраста на креме. Ну думаю, нормально. Там приеду вот через неделю, через 10 дней. Буду уже своим лореалевским пользоваться. Это ставлю здесь, естественно. Я приеду, чтобы у меня тут крем был. У меня шампунь, ну и пару раз помой голову вот этим шампунем. У меня, знаете, вчера еще засмеяли, у меня он не закончился шампунь. У меня есть один шампунь, я не хочу ему мыть голову. Знаете, какой шампунь он есть? Там еще есть Глискур, я еще даже бутылек не выбросила, которым я изначально мыла. В Глискур-овский можно было добавить немножко воды и вымыть. Есть, блядь, какой-то мне присылали на обзор, какой-то хуйнил. Вот такой вот шампунь есть. То ли, знаете, он с каким-то... Блядь, даже идти не хочу показывать вам. То ли он с каким-то силиконом, то ли что, он прям не... Понимаете, он прям не мылится. Такая хуйня нет никакой, ни пены, ничего. Кстати, мне мои волосы вот после шампуня, после парикмахерского вообще не нравятся. Надо пойти помыть волосы. Она мне и шампунем, и гелем, и феном. После фена волосы вообще дерьмо. Всегда, всегда. Говорят, после Дайсона прям... Прям знаете, вот когда Дайсон купишь фен, когда им пользуешься, прям волосы становятся лучше. Я знаете, от кого слышала? От Наташи. От Наташи, которая вот сейчас в Турции живет. От Панфиловой. Миланкина-то мама. А, кстати, середина месяца Миланка должна родить. Моя, которая подружка из Чечни. Я сейчас ей напишу. Хотя я ей наказала строго-настрого. Говорю, как ребенка родишь, сразу же мне сообщи. Я тоже жду твоего малыша. Она говорит, сообщу, Инна. Ну, короче, все. Я пошла снимать Василек. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я выпила кофе и поняла, что нужно выпить шампанского. 13.39. Самое то, чтобы открыть бутылочку шампанского. Пошла открывать. А что, нихуя ли нет? Хули нет.